добрый день сегодня вам расскажу как выполняется восстановление телефона безопасного режима для этого необходимо на локальном компьютере поднять tftp сервер в данном случае в качестве примера используется программа tftp d32 находится в свободном доступе и будет находиться в архиве с программами обеспечением для телефона предварительно нужно в программе в поле current directory указать папку где находятся сами файл для восстановления в качестве примера у меня вот здесь указана папка с файлами для телефона t20 t22 t26 t28 затем мы можем проверить то что файл действительно находится в этой папке нажав кнопку show directory убеждаемся что файла есть после этого мы должны перейти к телефонному аппарату и выполнить механические действия с ним чтобы включить телефон в режиме безопасного установления необходимо выполнить следующие действия первое зажать кнопку громкой связи и подать на телефон питание либо через поле либо через адаптер питания но ни в коем случае не вместе кнопку громкой связи мы не отпускаем через это время на экране телефона появится табличка который необходимо запомнить согласно настройками вашей сети поле ip-адреса вводится айпи адрес телефона который он будет иметь в момент обновления вашей локальной сети убедитесь что введенный вами ip-адрес не будет совпадать с уже существующим адресом вашей локальной сети поле тфтп сервер прописывается маска вашей подсети в поле айпи гитвей прописывается адрес шлюза вашей локальной сети в поле тфтп сервер прописывается айпи адрес сервера ftp где лежат файлы для безопасного вставления вашего телефона после того как мы заполнили всю табличку зажимаем кнопку ok для того чтобы телефон обратился на тфтп сервер и получил необходимые файлы после того как мы нажали кнопку ok телефон уйдет на загрузку программное обеспечение и на экране программы на экране вашего монитора мы увидим то что телефон обратился и выполняется загрузка программного обеспечения это правильная работа телефона и и после этого ну и уйдет загрузку и да будет доступен примерно где-то через две-три минуты если телефон после выполнения действия не обратился за прошивкой то необходимо проверить правильность заполнения сетевых настроек на телефонном аппарате